Поддержать огонек надежды. Состоялась встреча заместителя руководителя администрации Щелковского района по строительству Никиты Никулина с населением микрорайона Соболевка. Жители многострадального дома номер 4 на улице Новая Фабрика уже долгое время ждут расселения из ветхого жилья в новые квартиры. Этот вопрос и стал главным на встрече, на которую вместе с заместителем руководителя пришел и новый застройщик – компания «Аркада». На сегодняшний момент делается проект планировки всего этого микрорайона, разрабатывается, определяется количество тех домов, которые здесь будут построены. Первый дом, который переедет, это дом номер 4 по новой фабрике. Уже дорожная карта согласована, подписана. Мы очень долго ждали, 10 лет мы ждали инвестора, потому что дом изначально строился для нас. И очень долгий, тернистый путь мы проходили, на нашу землю не шел инвестор, потому что земля была в аресте, и вот наконец у нас появился инвестор. Поэтому инвестор порекомендовал себя с хорошей стороны, мы верим ему и надеемся, и мы знаем, что он действительно доведет дом до ума и рассеет людей в отдельные квартиры. Проблема с жильем этого микрорайона преследует собственников уже много лет. Здание бывшей конюшни, постройки 1899 года, до сих пор является жилым домом, несмотря на то, что уже давно непригодны для проживания. Лишь немногим удалось за это время получить собственные квартиры. Жители неоднократно обращались за помощью. Ситуация сдвинулась с мертвой точки после визита на место губернатора региона Андрея Воробьева осенью 2014 года. Тогда было принято решение о расселении жителей. Районные власти вопросом занимаются вплотную. В ходе встречи жильцы задавали представителям власти и строительной организации вопросы, касающиеся инфраструктуры, которая в микрорайоне крайне необходима. В числе других на контроль был взят и вопрос о строительстве новых дорожек, прилегающих к ближайшему детскому саду. Я думаю, что все остались довольны. Дорожная карта утверждена. Первые жители, я думаю, что въедут в новый строящийся дом уже в июле. Я думаю, это уже последняя точка. Думаю, уже отступать нам некуда. Марина Познякова, Александр Оржевский, телерадиокомпания «Щелково». Марина Познякова, Александр Оржевский, телерадиокомпания «Щелково». Продолжение следует...